Последняя страница дневника арктического благотворительного турнира по волейболу заполнена. Напомню, с первого дня Кубка губернатора Ямала журналисты «Импульса» рассказывали о ходе матча и общались с представителями команд, болели за них на трибунах вместе со зрителями. Накануне состоялся галоматч, в котором приняли участие команда правительства региона «Северный характер» и сборная капитанов лидеры Ямала. Перед началом игры состоялось награждение победителей и призеров турнира. Также призы получили авторы самых креативных видеопрезентаций команд. Подробнее об этом расскажет Павел Прожогин. Завершение арктического благотворительного турнира стало большим спортивным праздником. Игры закончились, победители известны, пришло время вручения наград. В этот раз бронза досталась волейболистам общества «Газпромдобыча Ямбург». Награду за второе место получила команда Тазовского района. Главный кубок соревнований третий год подряд уходит сборной компании «Газпромдобыча Уренгой». Призы достались всем. Участники получили символические мячи чемпионата мира по волейболу, который пойдет в Россию в следующем году. Свой сувенир глава нового уренгоя Андрей Воронов отдал на ответственное хранение сыну. Обращаясь к участникам, губернатор Дмитрий Артюхов отметил. Северяне снова доказали, что умеют объединяться во имя общей цели. Кажется, небольшое дело мы организовали турнир, а 20 детей, благодаря поддержке фонда Ямина, получат необходимую медицинскую, очень нужную медицинскую помощь. Вот такими маленькими делами делаются большие значимые дела. Волейбол – замечательный командный вид спорта. И, как всегда, наша большая ямальская команда доказала, что даже в сложные времена, в ковидный период, мы умеем объединяться ради больших и важных целей. Ямальцы всегда умели сообща помогать тем, кому это необходимо. Маркер неравнодушия северян – зрительские трибуны. Билеты на голоматч были распроданы полностью. Собранные за них средства тоже пойдут на лечение особенных детей. Я благодарен за ваш громадный вклад, дорогие команды, участники, зрители, за громадный вклад в развитие дела благотворительности. Четвертый турнир, арктический турнир по волейболу в этом году, для фонда особенный, потому что он проходит в год десятилетия благотворительного фонда Ямини. От имени всех наших подопечных я хочу вас поблагодарить. И именно таким людям, как вы, Ямал стал территорией добрых дел. Креатив тоже поощрили капитаны команд, чьи ролики визитки комиссия признала лучшими, получили награды за творческий подход. На волейбольных мячах с автографами игроков «Факела» расписался и Дмитрий Артюхов. Вишенкой на торте спортивного праздника стал галоматч. Мяч в игру вводит директор волейбольного клуба «Факел» Николай Капранов. Лидеры Ямала справляются с приемом и вполне успешно атакуют. В целом начало партии прошло под знаком равенства, но потом региональные управленцы проявили настоящий северный характер и пошли вперед. И тут пришло время лидеров Ямала наверстывать. Команда капитанов совершила мощный рывок. Но его не хватило, чтобы переломить ситуацию. Первый сет в свой актив записала дружина под руководством губернатора Дмитрия Артюхова. Во второй партии спортивная «Фортуна» тоже не сразу определилась, кому она благоволит больше, но это длилось недолго. Сборная «Северный характер», как и положено правительству Ямала, показала эффективную командную работу. Отлично летела подача, работал блок, атаки радовали зрителя и обескураживали лидеров Ямала своей вариативностью. По ходу сета командам несколько раз пришлось брать перерывы для общения с наставниками и оперативной корректировки рисунка игры. В тактических построениях региональные управленцы оказались более дальновидными. Ближе к концовке сценарий повторился, особенно в финальном розыгрыше встречи. Мяч, отправленный в сетку Сергеем Сухачевым, стал точкой в галоматче. У них команда сигранная, поэтому играли хорошо, тут даже говорить нечего, результат об этом говорит. Но мы старались, мы старались, но сегодня не наш день. Люди в целом сплотились в рамках этого турнира. Был повод встретиться всему округу и руководителям округа собраться в Новом Уренгое. Помимо благотворительной цели, я думаю, что обсудили многие еще вопросы важные. Поэтому, конечно, цель достигнута. Окончательная сумма, которую удалось собрать в ходе турнира, пока неизвестна. Общий объем средств, которые поступил в фонд Ямине, сотрудники общественной организации огласят в ближайшие дни. Павел Прожогин и дружный коллектив телерадиокомпании «Импульс» специально для службы новостей.